Здравствуйте. Сегодня в Казахстане отмечают День Шинрака. По всей стране организованы культурные мероприятия, посвященные популяризации семейных ценностей и воспитанию детей. В области Улытаум золотую свадьбу в этом году отметят две супружеские пары из города Сатпаева. 50 лет вместе, шутка ли? Наш корреспондент Елизавета Шалина узнавала секреты долгого и счастливого брака. История большой семьи Сагатовых началась почти 50 лет назад. Ситталий и Дюсинкуль с тех пор всегда вместе. Всего добивались своим честным трудом, рассказывает глава семьи. Почитали старших, помогали родителям, соблюдали традиции предков. Этому же учили и детей. У супругов их пятеро, сейчас уже воспитывают десятерых внуков. Я внукам говорю, у отца говорю, что он говорит, что слушает. Никого ничего не вырабатывать, никого не ругаться, ни с кем не драться, не надо, так нельзя делать. Внуки дедушку слушают, стараются помочь, чем могут. Все дети Читы Сагатовых создали хорошие и дружные семьи, гордятся родители. Когда бываю у дедушки и бабушки в гостях, помогаем по хозяйству. В огороде работаем вместе с дедушкой. Он учит меня всему. Много узнал от него интересного и полезного. В семье очень важна поддержка, уважение и интерес к тому, чем живут твои родные люди. Делится секретом семейного счастья сеть Тали Кажи. Необходимо слышать того, кто рядом с тобой. Мы с ним уже 50 лет живем, мы друг друга не ругались никогда. И возле сна, возле сыновья, ни один слов так и против ничего никогда не говорил. Говорим между собой, никому ни слова не говорим. Прислушиваются к мнению близких и в счастливой семье Саранбека Жакупова и Шинар Жанасыловой. У них всегда весело и в будни, и в праздничные дни. В уютном доме не стихает детский смех. У супругов двое детей, восемь внуков и малютка-правнучка. Почетная миссия дедушки – отводить внуков в школу и на кружки. А на столе – угощение от бабушки для любимых внуков. В любой семье где-то споры какие-то бывают. Мы все этот вопрос всегда решали мирно. Мы прислушивались, я же говорю, мы приучили детей своих прислушиваться мнениям других. Мы всегда уважали друг друга, и это взаимное уважение – залог всего. И мы гордимся своими детьми, своими внуками. На их радость живем. Мы живем в этом доме вместе с моими родителями. Многому из того, что я знаю, научили меня они. Теперь я передаю эти знания своим детям. Преемственность поколений очень важна. У нас дружная семья. И в этом большая заслуга родителей. В этом году семья Жакуповых отметит несколько юбилеев. Один из главных, конечно же, – золотая свадьба. Традиционно все важные даты семья встречает в кругу родных, друзей и близких. Елизавета Шалин, Нордаулита Манкешев, 24КЗ, область Улутау. В октябре в день Шанырака узами брака связали себя две молодые пары. Свидетельство им вручили в торжественной обстановке. Молодоженов поздравили и дали благословение семьи, которые прожили вместе 25 и 50 лет. Наталья Салькова расскажет больше. Тимирлан сделал предложение руки и сердца Дане через год после знакомства молодоженам по 20 лет. Считают символичным то, что день рождения их семьи совпал с днем Шанырака, датой, посвященной семейным ценностям. Заключаем брак в Наурос, праздник весны и обновление природы. Мы очень рады, что такой важный для нас день совпал с этим прекрасным праздником. Долгой и счастливой совместной жизни молодоженам пожелали и семейные пары, которые вместе не один десяток лет. Серик Раимбаев и Айна Туриханова в этом году отметили золотую свадьбу. Супруги воспитали семерых детей. У них 20 внуков и два правнука. Говорят, что всегда старались понимать и во всем поддерживать друг друга. Секрет семейного счастья во взаимопонимании. Если два человека будут любить и поддерживать друг друга, вместе они смогут достичь поставленных целей. Счастливы те пары, у которых согласен во всем. Желаю молодоженам создать крепкую семью, а в их доме пусть всегда звучит детский смех. Одно из самых значимых событий в своей жизни – бракосочетание Тимирлан и Дана по традиции отметят в кругу родных и близких. За праздничным столом соберется сегодня большая и дружная семья Серика Раимбаева и Айны Турихановы. Отмечать день Шанырака станет для них еще одной семейной традицией, уверены супруги Наталья Салькова и Надин Булдобеков, Октюбе, 24 Киезет. 14 семейных пар работают в одном только музыкальном театре юного зрителя Астаны. В основном это актеры, но есть среди них и технические работники. Каднюши Нырака творческие пары организовали праздничный концерт и еще провели один из казахских национальных обрядов. Подробности у наших корреспондентов. Театр – большая семья, но в случае столичного тюза это не просто фигура речи. Многие артисты и работники здесь не только коллеги, но и супруги. Всего таких пар 14. День Шанырака они отметили как положено, по-театральному. Меня радует, что наши актеры создают семьи, ведь это хорошо. Коллектив становится еще более сплоченным. К тому же наши семейные пары – хороший пример для еще неженатых и незамужних артистов. Саламат и Айдана познакомились 4 года назад. Он актер, она художник. Работая над одной постановкой, лучше узнали друг друга, а позже создали семью. Нас всех объединил театр. Говорят, что творческого человека способен понять только другой творческий человек. Так мы и нашли друг друга. Наша семейная жизнь работе не мешает. Наоборот, мы хорошо понимаем друг друга. У пары двое детей. Младшему исполнился год. В честь праздника родители организовали для него церемонию Цаокесер – разрезание пут. Под аплодисменты зрителей малыш выбрал домбру. Согласно обряду, это значит, что он будет творческим человеком. В руководстве театра говорят, что 14 семейных пар – не предел. Труппа большая. Поэтому вполне вероятно, что уже в скором времени творческий коллектив пополнится новыми семьями. Рауль Габейтов, Наурсбай, Курмангаза, 24КЗ. Передвижные аптеки запустили в Акмолинской области. Благодаря такой инициативе свыше трех тысяч сельчан получили доступ к бесплатным лекарствам, не покидая своих населенных пунктов. Некоторым пациентам медики доставляют препараты прямо домой. Аслана Буталипов расскажет. Пенсионерка Мария Тимирбулатова вынуждена часто обращаться к врачам. Раньше ей приходилось ездить в районную поликлинику, ждать своей очереди. И только потом она могла получить необходимые медпрепараты. Теперь же все изменилось. Аптека на колесах сама доставляет сельчанке лекарства. Тяжело было зимой, в морозы или бураном, ведь не выбраться из села. Сейчас стало намного проще. Медсестра сама привозит лекарства, объясняет, как их правильно принимать. Или можно позвонить им и заказать необходимые таблетки. Оценили преимущества передвижной аптеки и пенсионеры, и люди с инвалидностью. Приятно, что доставляют все лекарства до дома. Сразу чувствуется забота медиков о нас. Мне, например, тяжело передвигаться. Не могу выйти из дома. Но теперь могу не переживать об этом. Врачи сами приходят, лекарства приносят прямо домой. Мобильные аптеки курсируют почти в 10 сел региона не меньше двух раз в месяц. В основном это отдаленные населенные пункты. Услугами передвижной аптеки могут воспользоваться больше трех тысяч сельчан. На диспансерном учете они у нас состоят. Мы выписываем на них препараты, рецепты. По этим рецептам мы привозим эти препараты к ним на дом. Здесь они расписываются, получают эти препараты. Препараты сахарного диабета, артериального давления, сердечные у нас, сердечники много. Постинсультные, пост-ОНМК, которые не могут передвигаться, парализованные есть у нас. Теперь местные власти намерены запустить передвижные аптеки в других районах области. Жители сел Бурабайского, Зерендинского и Сандыктаусского районов в ближайшее время смогут получать бесплатные лекарства, никуда не выезжая. Разрабатывается проект, то есть обеспечивает не только наших пациентов, но и пациентов, которые прикреплены в другие поликлиники. Эта работа на сегодняшний день ведется. Механизм практически отработан. Осталось там интеграции информационных систем проработать, получить логины, пароли и доступ к паспорту здоровья, чтобы наши могли при консультации выписывать им лекарства, препараты и также на безвозмездной основе. Сейчас в селах региона есть почти 90 аптечных пунктов. Чтобы облегчить населению доступ к лекарствам, местные власти намерены до конца 2025 года открыть еще 40 фармацевтических киосков. Аслана Буталипов, Виктор Полянный, Акмолинская область, 24КЗ. К другим темам. Площади сексаульных лесов увеличивают в Туркестанской области. Защитники природы начали высаживать 3,5 миллиона саженцев в пустыне Козелкум. Тучи жгучего песка оттуда приносят много хлопот, нарушая экологию. Сексуал – это единственное, что останавливает песчаные бори. Подробнее в материале Катерина Попкова. Это сейчас здесь будто бы бесконечный ковер песка. Скоро 3000 гектаров пустыни должны превратиться в оазис. Техника и специалисты выезжают в Козелкум на массовую посадку саженцев сексула. Мы разработали план по восстановлению сексула на период с 2020 по 2025 годы. За 5 лет должны быть посажены почти 42 миллиона деревьев. Охвачено более 33 тысяч гектаров земель лесного фонда. Это должно улучшить экологическую обстановку. Сексуал удерживает песок. Специалистов радует, что последние годы браконьеров, готовых поработать топором на просторах пустыни, нет. А ведь раньше сексуал часто вырубали и продавали в шашлычные. Сейчас саженцам угрожает лишь знойное лето. Насаждения могут возгораться. Эти саженцы выращены в местных питомниках. Там разводим, а потом высаживаем. Большую часть сексула сажаем весной, потому что в это время влаги много. Посадка саженцев более эффективна, чем посев семян. Механизатор Сакен Бельтибаев ежедневно преодолевает до 70 километров по пустыне, чтобы посадить сексуал. Говорит, сейчас спасать экологию ему стало комфортнее. Выдали новый трактор. Усенью разбрасываем семена саксаула. Саженцы высаживаем весной. Сейчас у нас около 15 машин. Техника новая, поэтому работа идет быстрее, эффективнее. Саксаульные леса, по словам защитников природы, не только улучшают плодородие почвы, но и восстанавливают пустынную фауну. Они заметили, что численность животных-птиц, занесенных в Красную книгу и обитающих на этой территории, стало больше. Катерина Попкова, Нурмахамбик Муратов, Туркестанская область, 24КЗ. Гарнизон ЧАЭС Казалардинской области получил 15 новых пожарных машин. Они обладают повышенной проходимостью и могут обеспечить подачу воды с расстояния 60 метров. Автопарк спасателей пополнился и другой спецтехникой. К слову, на сегодняшний день материально-техническая база службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ обновлена на 70%. Сначала проведем полный мониторинг имеющейся пожарной техники в городских и районных подразделениях. Потом заменим вышедшие из строя машины на новые. Обновление материально-технической базы позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, повысит эффективность и качество службы сотрудников. В Алматы прошла выставка современных и традиционных казахских кнутов. Помимо классической камчи, мастера представили женские, детские модели и музыкальные, в рукояти которых собраны десятки казахских кюев, пословиц и поговорок. По словам организаторов, такие экземпляры позволят детям через игру познакомиться с истинным значением кнута, как символом общих ценностей тюркских народов. На мероприятии презентовали и книгу этнографа Булата Булай-Уле, в которой описаны более 70 видов камчи. Великие властители прошлого, такие как Аттила и Чингисхан, считались воплощением божественной силы. В те времена исторические летописи гласят, что они покорили мир с помощью своего искусства владения хлыстом. Даже рядом с золотым человеком, похороненным в Кургане Иссык, был найден кнут. Чтобы отдать дань уважения и подчеркнуть величие наших достопочтимых предков, правителей Великой Степи, мы должны вспомнить о значимости этого оружия для тюркских народов. Казахстанцы все чаще стали покупать изделия в национальном стиле. К примеру, сейчас очень модно украшать праздничный стол, деревянные посуды. Такие шедевры делает столичный мастер Ермек Карим. Его работы увидела Сабина Рахимбай. Обычная деревянная посуда в руках Ермека Карима превращается в произведение искусства. Каждое изделие он украшает казахским орнаментом. Любовь к ремеслу ему привил дедушка. Мой дед всегда работал с деревом. Я всегда наблюдал за процессом. Теперь продолжаю его дело. Тем самым также стараюсь популяризировать наши казахские национальные традиции. Позже Ермек получил образование художника, и любимое хобби превратилось в заработок. Сначала жил и работал в Кукшетау, а недавно переехал в столицу. Уже его изделия пользуются спросом у астанчан. Материалы заказывает из родного города. Чаще всего работает с березой. Вот так выглядит меч из березы из остаточной древесины. Чтобы не выбрасывать материал, я стараюсь его перерабатывать. Получается такая красивая и безопасная игрушка, украшенная орнаментами. На протяжении 10 лет Ермек занимается этим ремеслом. В ближайшем будущем планирует расширяться. Мужчина хочет получить поддержку по госпрограмме и приобрести дополнительное оборудование для своей мастерской. Мечта мастера – открыть собственный магазин национальных товаров. Субтитры Химбаймер и Рейталаб 24 КИЗ. С большим размахом весенний праздник на Урыс планирует отметить творческий коллектив «Астана-Опера». Казахстанской публике представят два грандиозных события с участием зарубежных исполнителей. Как говорят организаторы, в праздничные дни зрители смогут в полной мере насладиться вокальными произведениями, отражающими красоту и величие национального праздника. Анастасия Ремескова приехала на обучение в Международную оперную академию «Астана-Опера» и Санкт-Петербурга. Вместе с другими слушателями она изучает не только произведения европейских композиторов, но и огромный пласт казахской музыки. Для солистки праздник весны и обновления на Урыс – уникальная возможность приобщиться к культуре многоэтнической страны. Это замечательный праздник весны и тепла. Я готовлю программу из народных казахских песен. «Гюльдерайм, пипл» – это возможность спеть, поучаствовать в традиционных казахских обрядах и надеть прекрасные костюмы. Концерт «Науры Скоктем», который состоится 20 марта, – это музыкальное творчество молодых оперных исполнителей разных национальностей. Вокалисты будут исполнять казахские народные песни, что символизирует сближение культуры и традиций. Атмосфера нашего концерта будет вся стилизована казахскими орнаментами. На сцене будет юрта. Будет очень-очень красочно и интересно. 23 марта на сцене Большого зала «Астана-Опера» состоится праздничный галоконцерт «Азнаурос». В музыкальном вечере примут участие артисты театра, ведущие солисты труппы, казахстанские звезды оперы и балета. Режиссеры обещают зрителям невероятную атмосферу и весеннее настроение. В условиях глобализации мы этот праздник «Науры С» должны сделать более популярным и должны привлекать больше людей, в том числе и детей. У нас, кстати, будут детские сказки в камерном зале. Мы покажем концерт, которого мы давно не показывали. И, надеюсь, наши зрители в предвкушении, которые хотят увидеть такой же концерт. Есть определенные зрители, которые хотят увидеть галло-оперы. Один из самых ярких номеров – это казахский номер, который молодой постановщик придумал из балета. Это называется «Рух». И это было открытием для зрителей. Этот номер обязательно надо посмотреть. Художественные и музыкальные постановки театра «Астана-Опера» – это симбиоз мировой классики и самобытной казахской культуры. Он придает совершенно иное звучание прежним произведениям, чем и привлекает нового зрителя. Раван Колыбаев, Ерлан Аурзбаев, 24КЗ. Звуки дамбры в эти дни звучали в стенах этнологического музея в Берлине. Там представители нашего посольства приняли участие в совместном праздновании Наурыза. Как прошло мероприятие, расскажет Сантухаш Байконыш. Праздничный концерт, посвященный празднованию Наурыз Мейрама, вызвал настоящий восторг в Германии. Там наше посольство совместно с некоммерческой организацией «Культуркооперацион интернациональ» и этнологическим музеем Берлина организовали красочное мероприятие. В нем участвовали также представители посольств Турции, Азербайджана, Афганистана, Ирана и Пакистана. С приветственными словами от немецкой стороны выступили доктор Ханнелора Бергель, представляющая клуб друзей этнологического музея, доктор Мелани Крепс, куратор этнологического музея, а также руководящий состав дип-представительств участвующих стран. В авангарде праздничного концерта – национальная музыка. В зале прозвучали звуки Кобыза, Дамбры и Сассернай. Музыканты представили знаменитые кьюи – Адай, Балбараон, Кунгель Ашар, Кунгель Толкана и Еркесалкам. В качестве музыкантов выступили студенты, обучающиеся в Германии, а также дети дипломатов посольства страны. Внимание всех посетителей привлекла казахская юрта. Желающие заглянуть внутрь инсталляции и сделать памятное фото выстраивались в очередь. Демонстрация убранства юрты сопровождалась рассказом наших дипломатов о культурных традициях казахского народа, о том, с каким масштабом наурыс отмечают на родине. Некоторые посетители изъявили желание.